Эндовидеохирургические и эндоскопические технологии в лечении туберкулеза, рака легких и неспецифических заболеваний легких. Международная научно-практическая конференция прошла на такую тематику. Участники смогли обменяться наработанным опытом и обсудить актуальные вопросы малоинвазивной таракальной хирургии и анестезиологического обеспечения в рамках этих сложнейших процедур. Следует подчеркнуть, что в нашей стране реализуется специальная дорожная карта по развитию таракальной хирургии, иными словами, хирургии органов грудной клетки. В частности, сотрудниками Национального научного центра фтизиопульмонологии был проведен мастер-класс по однопортовой видеоассистированной таракоскопической резекции легкого. Эндовидеохирургия развивается у нас в Казахстане очень быстро, но однопортовая резекция – это только-только начинаем. Результаты сейчас нас радуют, хотели бы поделиться своим опытом. Однопортовая резекция – это возможность для пациентов, чтобы они быстро восстановились. После операции на следующий день уже пациенты сразу встают, входят, боли намного меньше, и нахождение пациентов в стационаре уменьшается в два раза. Это от трех до семи дней. В традиционной таракотомии получается болезненная операция, разрезы очень большие, и восстановление, реабилитация пациента тоже происходит длительное время. Важно подчеркнуть, что также в рамках конференции были проведены семь операций уникальным эндоваскулярным путем. Это современный метод лечения сосудистых заболеваний, воздействие при котором проводится изнутри сосуда. К слову, такие сложные операции возможно проводить в областном фтизиопульмонологическом центре. Маттехбаза способствует, но она оставляет еще желать лучшего. В следующем году у нас в бюджете запланировано капитальный ремонт данного медицинского учреждения, всего операционного блока, и оснастить видеоэндоскепическими комплексами, и коагуляторами, десекторами, вплоть до лампами, операционными столами. Но есть необходимость в дооснащении материально-техническим в плане со специалистами проблем нет. У нас есть обученные специалисты, которые проводят здесь у нас на нашей базе. Они обучены, были проведены мастер-классы в зарубежном и на территории Швы-Казахстана. Отметим, всего на сегодняшний день по области зарегистрировано 546 больных туберкулезом. В основном они получают амбулаторное лечение, открытых форм болезней почти нет. В регионе имеются необходимые оборудования, в частности, полную диагностику по заболеванию теперь можно провести всего за 80 минут. И такие условия имеются не только в Актубе, но и во всех райцентрах. Николай Сырбов, Женадир Сагиев, телеканал Актубе.